Нефтяник здесь в Башкортостане. Говорят, что это важнейший матч в истории башкирского футбола. И, наверное, этот состав Уфы. Это те, кого отряжает главный тренер команды Сергей Томаров с первых минут. Александр Белинов в воротах под 31 номером. Далее оборона массирует. Судейский делегат УИФа Борис Станков и Горан Михайлович в качестве наблюдателя. Катич под номером 19 составит ему пару. Райан Джек, опорный полузащитник номер 8. Десятый номер Ови Аджария вместе с ним. И довольно нерасторопно здесь действуют игроки в белой форме. В итоге атака заглохла. Для того, чтобы получить новую жизнь через левый фланг подбор. Аджария. Удар поворотом. И оба мяча летают в сетку. Ови Аджария. Будущее Ливерпуля и настоящая. Это рейнджерс на поле, но и вся скамейка запасных. Прекрасно понимают в шотландском клубе, что значит этот забитый мяч. Теперь у Фен нужно сбивать как минимум три. Это действительно так. Мы еще раз смотрим. Ну как же здесь совсем одного оставили Ови Аджария. В прогулочном темпе подбежал к мячу. Который отскочил к нему от ноги защитника футбольного клуба КД Штиллер. Табидзе направляет мяч в штрафную. Я думаю, что гораздо опаснее СБУФА заработало главой. Рейнджерс в предыдущем матче. Наход. Длинная передача на чужую половину поля. Морелос. Дальний продолжает заполняться. Стадион сегодня обещали. Я думаю, что он в скорости и будет на трибунах. Пока же Слай идет вперед. С удар поворотом. Это передача. Вот удар. Живоглядово. Еще один рывок. Смотрим, как это было. Здорово. Здорово. Все классно сделалось. Когда Уфа могла вывышить атаку взять и в ворот. Ну, подходов достаточно. Видно, что команда довольно комфортно себя чувствует на чужой половине поля. Но регулярно дарит мяч сопернику. Из этого приходят атаки. И еще один удар. Говорили наши коллеги на предматчевой студии. Дмитрий Сенников и Михаил Поленов. Жмутся к своим воротам футболисты Уфы. И таким образом футболисты центральной зоны Рейнджерс оказываются не накрыты. Вот в таких ударах. Поднял взгляд Иван вперед. Посмотрел, кто где располагается. Вот сейчас хорошо. Нет положения вне игры. Сысуев рядом с Лай. Сысуев нужно забивать. Есть гол. 1-1. Уфа снова в игре. Забитый мяч. Забитый мяч хозяев. Еще раз смотрим. С линейкой не разобраться. Но самое главное, что арбитры решили, что нет офсайда. И здесь Сысуев уже не стал отдавать передачу, как в его адрес. Это сделал несколькими минутами ранее Дмитрий Живоглядов. Сысуев пробил сам. Подбор за кем? За Рейнджерса. Это снова может быть опасно. Нет. Как здорово. Йокич сыграл и здесь нарушение правил. Страсти нужно утихомирить на скамейке. Уфы очень эмоционально сейчас ведут себя тренеры команды. И Гюрием, и Сергей Томарос. И Морелос сейчас договорился. Желтая карточка сейчас. Ой-ой-ой, вторая Рейнджерса в решенстве. Договорился колумбиец. Он еще и в первом матче, вы помните, очень много общался с судьями. Но сейчас, видимо, сказал что-то такое, чего немецкий судья просто уже не стерпел. Среагировал сразу же. Две желтые карточки показал. Удивительно, как переворачивается ситуация за несколько минут на стадионе «Нефтяник». Уфа забивает ответный гол, а опять же буквально через несколько минут Рейнджерс остается в меньшинстве. Под аплодисменты Альфредо Морелос, который явно позволил себе лишнего потуга. Подача. Подбор за Йокича. Сразу же пас штрафной Сесуев. Еще один момент. Арбитр из Германии, Тобида Штиллер. И это две минуты для футбольного клуба Уфа. Не для Глазга Рейнджерс. Подача штрафную. Здорово, есть удар. Вот положение не идеальное. Мы помним его момент, его эпизод в самой концовке первого тайма, когда Сесуев выдал просто... Сейчас Сергей Томаров на поле и сам не попал поворотом в этой ситуации. Йокич подхватывает мяч. Передача в центр. Здесь Сесуев. Мы помним, как он неуверенно начинал эту встречу. Несколько грубых ошибок. А теперь вот такие... Был за игром уже в Лиге Европы. Ну вот он будет конкурировать с Плэнэкой. Ой-ой-ой. Здесь очень неприятный эпизод. И, видимо, нужна аргентинская помощь. И желтая карточка. Еще одна. И красная. И красная. Это вторая карточка для Джона Фу... Еще раз смотрим. Ну, прилетел локтем живогон. Ну, какие могут быть вопросы? Железобетонная карточка. Здесь Ядовича с командой из Глазга очень глубоко обороняется и Уфа. Также при такой низкой обороне соперника вынуждена сбиваться на простые действия. Дальние удары. Навесы. Также разыгран мяч. Подача. Удар. Удар. Главой. Вот моментище. Мяч снова разыгран. И очень быстро разыгран. Ой-ой-ой. Егором он разминулся. Вот в этом эпизоде очень тяжело было среагировать. Но, тем не менее, ветеран Рейнджерс сумел... И чудеса реакции проявить. И дотянуться. Дотянуться до этого мяча. Очень нужна поддержка. Чувствует это и диктор по стадиону. Пытается завести трибуны. Запасные Уфы показывают трибуном. Типичная ситуация для Уфы. Уфе привычнее вот так бежать в контратаку. Как сейчас это делают футболисты Рейнджерс. Быстроногий Кэн с мечом. Он входит в штрафную. Опаснейший эпизод. Все футболисты Уфы. Все пубевые игроки на чужой половине поля. А как может быть иначе? Штанга еще одна. Дискутировать. Еще раз смотрим. Подача слаи. И как здорово. В этом эпизоде мяч был направлен в сторону дальней штанги. Увы. Спасибо.